Добрый день, друзья мои, вы смотрите программу «Мир образования». Как вы думаете, что может объединять линолеум, масляную живопись и мультипликацию? Объединяет имя Норман Макларен. Это имя очень мало, что говорит у нас в стране, но его почитают в Канаде, где он родился. Его память уважают в Америке, где он долго жил, работал в Голливуде. Это великий мультипликатор. Кроме того, новатор, новатор в технике. Он был изобретатель и любитель провокации. И мне кажется, о нем надо напомнить вот именно в эти дни. Почему? Я вас поинтригую и расскажу об этом чуть позже. Сегодня в программе. И 45 лет спустя после полета Гагарина мальчишки рвутся в космос. Один из лучших уральских учителей раскрывает секреты мастерства. Что такое альтернативная анимация? Ответ на этот и другие вопросы в программе Мирообразования. В конце марта, в начале апреля я побывал в Челябинске. Там проходил 14-й всероссийский авиационно-космический конкурс. Были представлены 20 команд, ну, школьных команд. Ребята должны были сдать экзамены по русскому языку, по математике, по физике. И подробно описать все приборы, установленные в кабине самолета и вертолета. Насколько серьезно это испытание, об этом говорит хотя бы то, что во главе комиссии, которая принимала зачеты у ребят, стоял никто иной, как заместитель командующего ВВС России в ранге генерал-полковника. И вы знаете, у меня такое ощущение, что космос начинает интересовать ребят, как это было 40 лет назад. Вот недавно в Москве прошел интереснейший конкурс. Не буду рассказывать, что там было, но соревновались тоже ребята, которые мечтают о небе. Слово нашему корреспонденту Оксане Байчук. Еще каких-то 15-20 лет назад каждый второй мальчишка и девчонка мечтали стать космонавтами. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова – вот кумиры тогдашних школьников. А наши дети уже не так стремятся к звездам, как их предшественники. Беда, ну, все системы, все системы, может быть, образования даже. То есть приоритеты, к сожалению, меняются, но такова наша жизнь. Именно поэтому мы должны прикладывать какие-то усилия для того, чтобы эти приоритеты вернуть обратно в то русло, которое я считаю правильным. Но даже сейчас, во времена бизнесменов и фотомоделей, есть дети, мечтающие о звездах. Школьники из разных уголков страны написали рассказы. А дема была такая, что бы они смогли сделать, если бы у них был телескоп. Жила-была девочка, и она очень хотела получить телескоп. И она решила что-нибудь открыть. Она посмотрела на Венеру, но ничего там не нашла. Она посмотрела на Марс, и там были... Она увидела из этого очень мощного телескопа остатки воды. В конкурсе приняли участие более двухсот школьников. Авторы лучших работ встретились друг с другом в серебряном бару. Конкурсанты рассказывали о своих любимых планетах, мечтали о звездах, надеялись в скором будущем слетать в космос и обязательно открыть новую звезду. Если бы у меня был телескоп, я бы смотрел бы на звезды, искал бы планет, которые еще не открыли. Искал бы звезды, искал бы кольца на планету, черные дыры бы искал с помощью телескопа. Самым незабываемым для ребят стала встреча с космонавтом Сергеем Крикалевым. У юных астронавтов накопилось много интересных и по-детски забавных вопросов. Космонавт увлеченно общался с детьми и открыто отвечал на все их вопросы. А нам сказал, что самой любимой планетой для него была и остается Земля. Организаторы конкурса надеются на продолжение таких встреч. Очень большая активность. И по этому поводу мы решили, что всем ребятам отправим какие-то сувениры, даже тем, кто не выиграл. И предложение провести в школах, в их пятых классах уроки, подобные вот этому празднику. Не все дети еще разучились мечтать о космосе. И может быть среди нас ходит будущий космонавт, которому посчастливится побродить по Марсу или Юпитеру. 16 лет назад состоялся первый конкурс «Учитель года» тогда Советского Союза. Победил преподаватель из маленького села в Тульской области. Вообще очень интересная публика подобралась. Скажем, один из участников приехал из Сибири, привез с собой самовар. Он учитель для рисования, чтобы продемонстрировать, как рисовать натуру самовара. К тому же он оказался чемпионом Кубы по подводному плаванию и чемпионом Красноярского края по моржеванию. Еще один хороший учитель, по-моему, из Челябинской области, оказался еще и пилотом-любителем. Ну, а на следующий год отличились учителя Новосибирска. Они не поняли, что это за конкурс, решили это что-то вроде конкурса красоты. И заявили, что нет, они выступать не могут, потому что у них нет модных купальников. Ну, и как не вспомнить, конкурс 93-го года. Он проходил в концертной студии Останкина, транслировался на всю страну. На сцене был выстроен прям класс с партами, со школьной доской. И на следующий день после финала штурмом брали Останкина. И парты превратились в баррикады. Ну, и я хочу вам сообщить, что конкурс, конечно, будет продолжаться. Вот уже в интернете вчера появилась запись, началась электронная регистрация участников российского конкурса. Ну, а мы с вами отправляемся в Челябинскую область к учителю, которого признали в этом году лучшим учителем его города. Слово Андрею Сорокину. Несмотря на сезон отпусков, лучший учитель позволяет себе лишь небольшую передышку. Мне для того, чтобы выйти на необходимый уровень, а именно качественное владение своими предметами, а спектр предметов очень широкий, это история, мировая культура, общество знаний, которые включаются и экономику, и политологию, и социологию, и психологию, и философию, спектр предметов обязывает очень много работать над собой. И я на протяжении уже длительного промежутка времени в процессе учебного года позволяю себе пятичасовой сон, и не больше. Все остальное время работаю над собой. Муниципальные власти небольшого уральского города не скрывают. Имя лучшего учителя Златоуста уже известно в России. Абсолютная успеваемость в том классе, среди выпускников, среди учеников, которые у нее находятся, она самая лучшая в городе и в области. Дети, которые учатся у Татьяны Рыбкиной, всегда полны оптимизма, общительны и уверены в завтрашнем дне. Я использую методы экономических бизнес-проектов на примере нашего города Златоуста. Ребята имеют реальный живой опыт представить себя в виде предпринимателей, создателей каких-то фирм, создателей каких-то продукций. Им необходимо собрать необходимый юридический пакет документов раз, четко ответить на три основных вопроса экономики, что, как и для кого производить, и сделать маркетинговый анализ рынка в своей области предполагаемого бизнеса. Лучший учитель Златоуста много внимания уделяет воспитанию у детей культуры общения. Умение выразить себя в речи, умение войти в контакт с любой по масштабам аудитории, а также в контакт в малой группе, это умение необходимо любому человеку. И я даже считаю, что начинать этот процесс нужно уже в начальной школе. Принцип свободы один из самых важных, утверждает Татьяна Александровна. Как в свое время говорил еще Гигель, именно свобода является критерием прогресса. Так вот, этой свободой может быть ее и в какой-то степени достает в процессе обучения. В целом, методика Татьяны Рыбкиной напоминает сократовскую маевтику. В споре рождается истина. Для учеников школы номер 25 это почти как жизненный принцип. Их образование продолжается даже во время летнего отдыха. Основы такого подхода заложил еще Жан-Жак Руссо, который считал, что гармонично развитая личность должна набираться знаний даже на природе, причем как под присмотром учителя, так и самостоятельно, путем межличностного общения. Различные дискуссионные клубы, результат внедрения в школе положений проекта среднее образование для Европы, который успешно прижился и на российской почве. Если вы думаете, что кино появилось немногим более ста лет назад, то вы ошибаетесь. Греческий философ Платон жил примерно 2400 лет назад. И вот в одном из своих трактатов он описывал тени, которые возникают на стенах пещеры, если осветить костром или факелом. Ну, чем не кино? А теперь опять вернемся к Макларену. Как работают художники-мультипликаторы? Они весь фильм рисуют на стекле или на бумаге и по кадру все это снимают. Он изобрел абсолютно новую технику. Он брал пленку, засвечивал ее и рисовал масляными красками весь мультфильм на этой пленке. Ну, лин — это линия, олеум — это масло, получается линолеум. Так назывался прошедший недавно в Москве фестиваль альтернативной анимации. И он был посвящен памяти Нормана. На нем, естественно, побывал наш корреспондент. Я передаю слово Ольге Чистовой. Что такое линолеум-2006? Нет, это не выставка строительных материалов и напольных покрытий. Это первый московский международный фестиваль альтернативной анимации. Все мы в детстве смотрели мультфильмы, так что об анимации представлений не имеем. А вот альтернативная анимация — что это? Альтернативная анимация подразумевает, прежде всего, некоммерческую анимацию. То есть анимация, которая не направлена на то, чтобы развлекать людей, на то, чтобы в рамках нее была какая-то реклама, на то, чтобы не было продакт-плейсмент, то есть не просто на то, чтобы продаваться, а на то, чтобы, прежде всего, отличительной особенностью здесь будет критерий качества выражения художественной идеи. Традиционный мультфильм, по словам организаторов фестиваля, вызывает единственную эмоцию — умиление. Автор альтернативного фильма стремится выразить свою собственную критичную оценку мира, вызывая у зрителя максимум эмоций, и не всегда это эмоции положительные. Первая естественная реакция — это шок, настолько необычно и непривычно увиденное. Да, здесь было практически все. Откровенный стек и, на первый взгляд, полный абсурд. Политика, эротика, мрачные ужастики, философия и психоделика. Вообще сложно как-то разложить фильмы по конкретным полочкам, настолько все было переплетено и смешано. Но вот юмор, пусть даже черный, присутствовал практически в каждой картине. Видимо, все-таки это отпечаток жанра, хоть и альтернативная, но все же анимация. И не подумайте только, будто передача «Мир образования» пытается совершить эфирное самоубийство, демонстрируя Толстого и Чехова, совместно исполняющих арию. Это всего лишь репортаж. Думаю, он выстроится! В рамках фестиваля демонстрировались работы российских и зарубежных авторов. И не было пока номинаций и призов, поскольку данный проект абсолютно не коммерческий. Главное – заявить о себе. А на будущий год организаторы полны оптимистичных планов. Конечно, основная аудитория альтернативных мультфильмов – молодежь, а кинозалом до сих пор был демократичный интернет. В звезды выбилась одна лишь Масяня, да и ту, кажется, забыли. Современный мир меняется на глазах, меняется искусство. Всегда будет классика, всегда будут новые течения. И каждому направлению искусства будет посвящен свой фестиваль. Любой фестиваль – это уже замечательная идея, потому что происходит какой-то взаимообмен, и идут какие-то уже, высказать, такие биотоки между людьми. Все, в общем, строится от идеи, скорее, а не от какого-то художественного рисования или чего-то, мастерства. В наше время творческая самореализация доступна как никогда. И кто знает, может быть, на втором московском фестивале альтернативной анимации мы увидим уже ваши фильмы. Однако не стоит забывать, что главное жюри – это время. Если верить директорам книжных магазинов, то самый продаваемый иностранный писатель – это японец Мураками. У него есть одна интересная книжка. Не роман, не детектив. Он брал интервью у сотен жертв насилия, а потом отправлялся в тюрьму и беседовал с теми, кто совершал это насилие. И вот в конце своей книжки он написал «В мире нет плохих людей, а есть люди, которым вовремя не рассказали хорошую историю». Мне кажется, наши корреспонденты рассказали вам сегодня хорошие истории. До встречи через неделю. Всего вам доброго.